Представляем алюминиевый плинтус марки Фезер от российского производства. Данный плинтус производится в трех размерах ширины. 100 мм, 60 мм и 80 мм. К каждой высоте есть фурнитура стыковочная для легкого монтажа, чтобы не подрезать под 45 градусов, а чтобы быстро стыковать и монтировать. Есть алюминиевая фурнитура, есть ПВХ фурнитура. Визуально она отличается, алюминий смотрится более эстетично, побогаче, более аккуратно. Если мы видим наружные углы, сравним, они сразу явно отличаются. Внутренние тоже отличаются, более аккуратные. Алюминиевый ПВХ более топорный, скажем так. Заглушки в целом не сильно отличаются, только по ширине чуть-чуть. И стыки тоже так не сильно, но не отличаются. Смотрим, как это визуально смотрится. Например, стыковочный элемент одеваем. Сидит жестко, ничего не слетает. Фурнитура садится в идеальном виде, никаких щелей, ничего. Сидит хорошо, ничего не болтается. Заглушки также смотрим, как смотрятся. Все, все четко, ничего не слетает. Держится все крепко. Никаких созоров по периметру нет. Снимается сложно. Смотрим, как ПВХ надевается. Материал ПВХ идет на самом деле полистирол. Поэтому он плохо красится. То есть преимущество алюминия в том, что если вы будете заказывать цвет на покраску, то лучше брать алюминий, потому что на него лучше ложится краска. На полистирол краска ложится плохо. Мы вообще не рекомендуем красить полистирол. Смотрим, как смотрится заглушка. Достаточно неплохо. Тоже сидит идеально. Ничего, никаких щелок нет. Жестко не слетает. То есть тоже достаточно неплохо. Внешний угол. Скажем, как смотрится. Села. Тоже смотрим. Сидит надежно. Ничего не слетает. Тоже смотрим, какая посадка идеальная. Сидит идеально. Никаких зазоров, ничего. Если вы хотите цвет на заказ, то у Politleral вы можете заказать любой оттенок, подобрать. Проверсность может быть глянцевая, матовая и также муар. Для тех, кто не понимает, что такое муар, немножко объясню кратко. Муар это когда идет по легкой-легкой рифлению. То есть это и не глянцевый, и не матовый, а как бы такой шероховатой поверхности. Далее подскажу немножко по монтажу. Монтаж в основном идет, конечно, на жидкие гвозди. Мы рекомендуем брать Heavy Duty. Не обязательно производитель Титан. Может любой другой производитель. Главное, чтобы он был для тяжелых конструкций. У Титана есть два вида, которые подходят. Вот такой, как я видите, и 901. В чем их разница? Этот схватывает значительно быстрее. У него схватывания начально меньше минуты. То есть вы наносите точками на палку с шагом примерно 25-30 сантиметров. Такие пятачки примерно, как монетка. И, соответственно, у вас на корректировку есть очень мало времени. Этот более дольше схватывает. Но тоже вполне себе удобно. Там порядка до 4-5 минут у вас есть на корректировку. Соответственно, этот больше вам рекомендуем. Почему мы не рекомендуем брать плинтуса с такой вот самоклейкой? На практике наши монтажники плохо отзываются в том плане, что нет возможности корректировки. То есть мы не говорим, что это плохо держится. Да, конечно, эта двухсторонняя лента прихватывает достаточно надежно. Но нет вообще никакого возможности скорректировать. Если вы даже там 2-3 мм поставили неровно плинтус, вы не можете его поправить. Приходится его отрывать заново. Если его оторвали, то он уже так не прилипает. То есть эта двухсторонняя лента, она одноразовая. Поэтому мы, конечно же, рекомендуем брать все-таки жидкие гвозди и монтировать на них. Продолжение следует...